друзья и я снова рад приветствовать вас это очередной выпуск от зум должен сказать что в конкурсе которая проводила ранее не победил никто не удалось вам дорогие мои да и мне в том числе угадать победителей прошедшего недавно в южной африке чемпионата мира по фидеру ну что ж селеви и тем не менее призы кепка zemex кружка ffm baits отходят фонд призов капитал шоу поле чудес а это значит они будут разыграны позже я анонсирую в скором времени крутой розыгрыш прям очень крутой и и они будут частью поощрительных призов для тех кто не сорвет джек-пот но об этом позже сегодня перейдем непосредственно к вопросам и вопрос у нас сегодня следующий за ее дает его андрей бойко сергей расскажите про квертипы для классического фидера а также для ловли на флэт метод отличный вопрос поехали в одну по квертипом я давать друзья мои не буду потому что в этом нет смысла мы тут априори на этом канале уже собрались люди заинтересованы и увлеченные ловли на дрожащие кончики поэтому все знают что такое квертип другой момент что можно сказать кое-что о их применении и там какие-то нюансы так в основном квертипы конечно же отличаются тестом посадочным диаметром и размером проводных колец посадочный диаметр у разных производителей разные но как правило есть такие стандартные основные посадочные диаметры которые подходят под большинство моделей например там контексте торговой марки землет а это квертипы 2 2 миллиметра посадочная 3 3 с половиной миллиметра то есть они подводят как под наши модели так и подряд модели других производителей но на квертипах есть разные кольца чем больше кольцо тем а у него больше проводимость по шкале толщины лески размера шок-лидера но в то же время например на изящных квертипах когда требуется там малые тесты большие кольца не совсем хорошо потому что квердит начинает подвисать и терять свое изящество поэтому в моем понимании с хорошие сбалансированные квертипы это например вертипы с посадочным 2 и 2 и проводным кольцом с этом колец номер 3 посадочная 303 миллиметра сет колец 4 номера и посадочная три с половиной сет колец 5 номера возможно даже увеличить ну здесь как бы ход на увеличение там в районе шестого если предполагается использовать очень большие шок-лидеры там очень толстые шок-лидеры и большие узлы естественно которые с ними получается вязать но это уже вопрос скажем так такой вторичный по идее мы заслужили на моей практике с теми оснастками которыми оперируя проводных колец на хэви сегменте в пятом размере вполне достаточно но и конкретно о материалах квертипы бывают карбоновые или стекловолоконных из так называемого стекла стеклянные мягче они такие не такие упругие не такие дерзкие или собранные построю как карбоновые квертипы но при этом у них есть своя такая определенная мягкость и они в отличие от карбоновых квертипов как медленно медленнее останавливается время колебаний имеет свое предназначение априори я использую именно стекловолоконные квертипы в случаях когда у меня штиль условия ловли позволяют ловить при штиле или же когда речь идет о ловле там например на леску и это ловля в загиб то есть я ловлю леща очень пассивного или мелкую рыбку какую-то и мне нужно чтобы мой квертип идентифицировал поклевку вот такую самую аккуратную или же для того чтобы рыба когда поднимает насадку со дна то есть она не испытывала минимальное количество сопротивления всего монтажа и соответственно квертипа и и не выплевывал поэтому стекловолоконные квертипы для идеальных условий карбоновые квертипы обладают чуть большей жесткостью даже несмотря на тесты которые на них указаны примеру карбоновый квертип 0 5 функции и карпи стекловолоконные квертип 0 5 функции по жесткости будут немножко разные карбоновый будет чуть-чуть жестче статистика поломок карбоновых квертипов чуть-чуть все-таки выше потому что материал сам более хрупкий жесткий и хрупкий но и в этом и сила карбона он очень контактные жесткие передающие минимальные колебания и передающие их резче если поклевки на стекле например имеют характер более мягких загибов то на карбоне и так как и более короткие резкие рывковые движения но я не могу сказать это прям не такая огромная разница но если сравнивать это заметно поэтому карбоновые квертипы в малых посадочных диаметрах с малыми кольцами и в малых тестах я использую для скоростной рыбалки когда это динамичная ловля когда я не засиживаюсь или когда начинает поддувать ветерок то же самое касается и условий подбора квертип например мне для условий ловли подходит квертип в одну унцию но я получаю дополнительную информацию о том что идет слом погоды например дует сильный ветер и начинает раздуваться разгоняться береговая война волна прибойная такой отбойник и мой квертип 1 унции в этих условиях начинает постоянно плясать его уже начинает закусывать волной или складывать ветром в таких случаях всегда имеет смысл уходить на увеличение ставить квертип 2 унции или 3 если я если речь идет о ловле настоящей воде если речь идет о ловле на течении всегда стоит подбирать квертип и таким образом чтобы его не так нет не очень сильно сгибала баранку напором воды которая выравнивает там натягивает дугу лески находящийся в воде ну или шнура что вы ловите в данном случае то есть квертипы для течения конечно же использовать стоит всегда пожестче но как правило на течение поклевки рыбы вообще априори грубые и большого изящества здесь как бы не требуется достаточно жесткие квертипы будут хорошо отображать поклевку а зачастую это вообще может быть даже поклевка на отстрел это то что я могу сказать о классических квертипах вот для ловли классическим фидером тут как бы особых секретов никаких нету это просто стандартная практика но я бы рекомендовал всегда брать квертип на с погрешностью все-таки на увеличение если у вас там грубо говоря нужен квертип там 075 унции ставьте единичку если у вас единичка ставьте двоечку если вы торопитесь ловите в скоростном режиме если вокруг вас идеальная погода и прям все в режиме просто божественного там просто штиль нету ветра комфортной дистанции тогда конечно же лучше идти на максимальное утоншение снасти и естественно минимизацию тестов квертипа но тем не менее я за то чтобы небольшой запас был свою поклевку если ваша снасть сама по себе оснастка настроена точно вы увидите если же говорить о квертипах для ловли на флет фидер то я тут могу сказать следующее рыба которую мы ловим на флет как правило это большая рыба которая просто берет и плывет поэтому здесь есть два подхода к выбору квертип первый вы ловите f1 это не крупные рыбы ловля на скользящую оснастку в этом случае вы подбираете квертип под условия ловли это может быть 1 2 унции вот достаточно мягкий для того чтобы вы видели свою поклевку но если же вы ловите на глухую флета снастку у вас ничего там не скользит и вы ловите предположительно более крупную рыбу не стесняйтесь смело ставьте самый толстый самый мощный квертип который у вас прилагается к вашему фидеру то есть если у вас удилища предположим рампач 200 ставьте квертип 7 унций если у вас рампач там 180 ставьте квертип 6 унций тот который в комплекте к нему самый мощный поверьте карп весом 3 килограмма загнет любой квертип но при этом вы получите более мощную вершинку для того чтобы совершать заброс у вас будет больше длины бланка для того чтобы иметь максимальную амплитуду потому что мягкий квертип будет подвесом подваливаться раньше нежели жесткий и амплитуд движения удилища у вас будет меньше это то что касательно квертипов для флет фидера ну и обязательно следите за тем что если вы используете толстые лески и шок-лидера то есть всегда смотрите чтобы шнур вашего шок-лидера привязанного к леске или лески привязанных шок-лидеру все из-за вашей оснастки проходил свободно сквозь квертипы сквозь кольца квертипы потому что на моей практике примерно рыбалки на днепре были случаи когда я нашел там шикарный мощнейший шнур который я спланирую использовать шок в качестве шок-лидера и думал ну вот сейчас там ни одна ракушка его там не погрызет вот и в итоге на забросе я выдал помню на старом кору миниатерики на том забросе этим узлом на квертипе что-то 3 или 4 кольца то есть просто материал с колец бы вылетал в дребезги потому что шнур был действительно очень большой снасть должна быть сбалансирована если увидите что у вас достаточно мощные оснастки подбирать удилища квертипы с большим размером проводных колец чем изящнее рыбалка тем кольцам можно использовать тоньше почему потому что на тонких диаметрах максимально легкие кольца на самых малых тестах квертипов они делают снасть очень изящной красивой чувствительной когда кольцо перегружено видно как малого теста квертип аж подвисает немножко это не очень красиво не очень эстетично и на забросе не очень хорошо отражается ну и тоже касается и ловли в зимний период когда у вас обмерзает леска или шнур то есть вам не лучше всегда зимой использовать квертипы с увеличенным попускным размером колец яка например если я ловлю 12-футовой удочкой например хай профидер летом я использую 1280 модель потому что там квертипы с проводным кольцом номер 4 не вот эта снасть вполне подходит но если же я ловлю зимой я беру модель которая называется 12 до 100 там квертипы с проводными кольцами пятого размера они больше естественно мне реже приходится маяться вот со всеми вот этими намерзаниями кубушками льда которые здесь образовываются да и вообще для зимы не стесняйтесь квертипчики можете брать чуть-чуть такие понадежнее ну и в заключении хочу сказать что не бойтесь того что ломается квертипы это расходник к сожалению не как сказать это возможно это также это также такая же естественная практика то что происходит им предложим обрывы приманок да так происходит так случается с опытом с практикой поломок остается значительно меньше примеру я уже там даже не помню когда последний раз нового квертипы потому что там практика техника доведены до того состояния что общем там я таких проблем не испытываю все мои поломки квертипов как правило произву происходят в следствии там на соревнованиях как ты сидишь ума то есть насти смотришь по сторонам вправо влево и случайно где-то там не заметил когда мотал там и и уперся кормушкой в квертип или когда-то там неловко достаешь просто квертип там из вязанки всех удочек которые ты в суматохе разбираешь перед туром но на забросе сообразить самой ловли то есть я вот даже не помню когда мне квертипу ломать поэтому следите конечно за перезахлестами чтобы этого не было следите за тем чтобы ваши лески соответствовали вашим снастям не были слишком толстые и узлы ваших шпидеров не были слишком громозд ну и в завершении хочу сказать что в этом сезоне торговая марка zemex выпускает квертипы достаточно жесткие по аналогу карбона которые 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 не ломать так что возможно все мои советы по поводу того как беречь были напрасно и сегодня в рубрике message я хочу поговорить об одной теме это часто задаваемый вопрос возможно один из самых часто задаваемых вопросов в контексте диалога о фидерных удилищах а конкретно люди спрашивают сергей скажите на вашем бланке указан тест это тест кормушки с кормом или тест по свинцу дорогие мои камрады хочу вопрос закрыть раз и навсегда и скажу вам следующее на бланке указывается вес забрасываемой оснастки то есть кормушки вместе с кормом потому что примеру корота одна и та же кормушка от одним и тем же весом предложим там 40 граммов может иметь разный объем и в случае наполнения и кормом может приплюсовываться дополнительного веса 10 20 40 и более грамм и получается что общий суммарный вес естественно может варьироваться от 60 до 100 грамм поэтому мы естественно не можем проект когда провозводим свое удилище прогнозировать какими кормушками будете выловить вы можете взять 28 кормушку с огромной корма емкостью и она будет весить 80 и повесить ее на удочку до 30 граммов получается и потом удивляться почему удочка проваливается на забросе поэтому друзья мои исключительно всегда идет речь о забрасывая забрасываем мой снасть целом поэтому не забывайте что когда вы ставите кормушку например вы хотите сделать закромочные забросы всегда думайте о том что большую вам приходится использовать большую корма емко мушку которая есть дополнительное сопротивление еще воздуху то есть она объемная и она там несмотря на то что у нее там может быть тестом 28 граммов все вместе конструкция это плюс сопротивление воздуха на забросе может очень сильно напрягать ваше удилище поэтому если образно говоря вы ловите удочкой до 80 грамм и ваша рабочая кормушка 56 но вы хотите этой же удочкой произвести стартовый закорм не надо ставить 56 большую кормушку поставьте кормушку положим там 40 грамм или там 30 грамм но больше больше корма емкости вы получите приблизительно такую же точную нагрузку на удилище если речь конечно не идет о ловле на течении потому что ловле на течение лучше не менять размер кормушек лучше кормиться той же кормушкой которая вы его видите просто в более высоком темпе взяли среднего размера кормушечку и погнали со счетом 30 чтобы она у вас прогнозируемо всегда палом падала в одном и том же месте а если вы возьмете большую кормушку большего размера естественно у нее парусность будет иная после попадания поток воды и она будет тонуть не на том месте где возможно будет тонуть ваша рабочая кормушка которая будет меньше размер и будет опускаться другое место на дне и так подытожу чтобы никто не забыл на бланке удилища пишется максимальный тест тот тест после которого мы не рекомендуем перегружать удилища хотя наше удилища как правило терпят и больше на руки и тем не менее пишется максимальный тест забрасываемой снасти за который не стоит переваливать своих экспериментов но также есть у каждой удочки так называемый комфортный тест образно говоря если вы ловите удочки до 80 грамм это значит что вы можете забросить удочки 80 грамм все вместе при этом комфортном будет ловить это крайне пятидесяти шести шестидесяти чтобы вообще идеально всегда использовать фидер где-то все в средней и чуть выше средней части его максимальной загрузки засим и прощаюсь с вами желаю хороших рыбалок и не забывайте искать рыбу друзья если вам понравился этот видеоролик ставьте лайк не стесняйтесь задавайте вопросы подписывайтесь на канал я уверен вас ждет много интересного пока